Добрый день! Рад видеть вас на тренировке в машинном обучении. Сегодня у нас будет три доклада. Сначала Александр Гучин расскажет про хакатон Хасперского по анализу данных. Потом снова Александр расскажет про то, как решался контест Kaggle Data Science Bowl. И потом Владислав Касым расскажет про контест Kaggle по детекции и классификации рыб на рыболовецких суднах. Мы начинаем, и я передаю слово Александру. Всем привет! Меня зовут Александр Гучин. Я учусь в МФТИ на пятом курсе. Давайте сначала расскажу про хакатон, который проходил у Касперского. Это был хакатон, насколько я понимаю, первый хакатон, который лаборатория Касперского проводила по машинному обучению. И он был на определение, на поиск аномалий во временных рядах. Он был из двух частей. А, ну давайте сначала про команду. У нас было три человека. Вот, тоже двое студентов из теха, с РТ, ну, с факультетов РТК. Мы решали сначала онлайн этап, потом оффлайн этап. Значит, онлайн. Там нужно было детектировать аномалии. У нас есть просто временные ряды. Что-то вроде 20 временных рядов в одном файле. Ну, то есть у нас, например, есть какие-то 20 счетчиков на каком-то заводе. И они что-то там считают. Давление, температуру, что-то еще. И моделируется такая ситуация, что какие-то там хакеры атаковали этот завод. И там что-то пошло не так. Ну, и нам нужно, собственно, ну, мы не знаем, когда и что пошло не так. Но у нас есть какие-то записи из каких-то дней, ну, этих счетчиков на этом заводе, где мы точно знаем, что все окей. Никие хакеры ничего не ломали. И у нас есть, ну, получается, с одной стороны данные, где точно все окей. С другой стороны у нас есть данные, где, ну, видимо, что-то не окей. И надо вот это вот, видимо, что-то не окей найти. Причем указать конкретный момент, когда произошел взлом. И временные ряды выглядели как-то так. Итак, ну, задача могла решаться двумя путями, ну, как, о которых я знаю. Наверняка еще есть много чего. Можно было просто посмотреть глазами и попробовать какие-то трешхолды. Ну, то есть сказать, что вот если, ну, например, вот мы смотрим на те данные, где все точно окей, мы смотрим на все признаки, ну, то есть на все временные ряды, и находим там максимальные значения, ну, и минимальные значения, например. А потом, если у нас в тестовых данных какие-то счетчики превышают максимальные значения, то мы такие, ну, видимо, короче, что-то пошло не так. Наверное, это аномалия. Вот. Ну и вторая возможность. Мы можем просто, в принципе, предсказывать наперед и смотреть, ну, обучить какой-то алгоритм, предсказывать наперед и смотреть, когда у него будет большая ошибка. И, ну, примером таких алгоритмов может быть что угодно. Это может быть Arima или может быть какая-нибудь LSTM. Мы попробовали обучить LSTM, то есть у нас опять есть данные, где точно все окей. Мы обучаем LSTM предсказывать, например, что будет через там 100 таймстемпов. Потом, значит, предсказываем, опять же, на тестовых данных уже. Смотрим на график ошибки, и получается, что в каких-то он местах сильно растет, в каких-то там местах все более-менее. Ну и там, где у нас максимальный пик, мы думаем, вот, наверное, что-то пошло не так. Наш LSTM, который обычно на хороших данных не может здесь ничего нормального предсказать, значит, наверное, это какой-то взлом. Собственно, есть статья от ребят, которые тоже работают в лаборатории Касперского, и как раз-таки они там обучали такую же LSTM, вот, и то же самое делали. Фактически вы можете почитать либо статью, либо вот ссылка на лекцию. И эту лекцию рассказывал один из авторов этой статьи. Ну и там, в принципе, все подробно объяснено, что они делали, и как они получили таких результатов. И вообще идея именно такая, что мы LSTM предсказываем и смотрим, где у нас ошибка очень большая. Вот, получается вот этот график. То есть, ну, это картинка из их статьи. Получается, что синий — это то, что на самом деле. Зеленый — это то, что наш LSTM предсказывает. А красный — это просто сумма по всем ошибкам. Ну и видно, что в какой-то момент она превышает какой-то треш-холд, и мы такие, опа, это взлом. Вот, затем была вторая часть уже оффлайн, проходила в офисе Касперского. И там уже была не unsupervised, а задача классификации. Времени было мало, то есть там около 8 или 9 часов на задачу. И, значит, задача была вот в чем. Ну, тоже есть какие-то там аномалии в каких-то файликах. Нам дано 500 файликов длиной 96 тысяч таймстемпов, в каждом 56 признаков. И каждый файлик представляет собой там несколько дней работы какого-то завода. И, значит, у нас с каждым файликом ассоциировано число. Ну, лейбл его. Ноль, если там не было никаких аномалий, один, если какие-то аномалии были. Ну и в тесте у нас тоже других 500 файлов. Мы, в принципе, не знаем, что там. И нам нужно предсказать для каждого файла, есть там какая-то аномалия или нет. Ну, то есть был ли там за это время взлом хакерами завода. Ну, и ребята смоделировали ситуацию, когда там, ну, получается, вот там есть модель прямо этого завода, вот Tennessee Eastman Problem. И там какие-то дефуры все это описывают. И там получается, что, ну, грубо говоря, одни переменные, а от других как-то зависят. И ребята из Касперского, они просто брали какие-то переменные и вводили за нормальные значения. Ну, то есть, например, температура там начинает расти и превышает максимальное безопасное значение. Ну, и все остальные переменные пересчитываются по системе этих дефуров. Вот. И получается, что все переменные как-то отражают, что что-то пошло не так. Вот. Ну, и там какие-то другие атаки они тоже проимитировали. Было там 4 или 5 разных видов атак. Вот. Ну, метрика ROCKAUK. Собственно, была какая-то действительно моделька этого завода, но времени было не очень много, так что мы особо и не разбирались, когда решали. Вот. Мы только увидели, что там что-то от чего-то зависит, и такие, окей. Если посмотреть на, взять как бы каждый файлик и взять, ну, вернее, выбрать показания какого-то счетчика и взять там разные файлы, в которых нет аномалий, и другие файлы, в которых есть аномалии, и это все нарисовать, то вот можно получить два… ну, не то, что можно получить, это просто пример, как все это выглядело для какого-то счетчика. То есть у нас вот там 10 сверху, ну, на верхнем графике 10 объектов, ну, вернее, 10 таймсерий из тех файликов, где аномалий не было, а на нижнем, ну, то же самое, то же самое и 10 таймсерий, то есть для того же как бы признака, для того же счетчика, только из тех файлов, где аномалии были. Ну, и, в принципе, видно, что и там, и там как бы что-то странное происходит, и глазами, ну, в общем, сложно понять, особенно если посмотреть на все признаки, можно было увидеть, что, ну, в общем, и как бы в нулевых объектах, то есть где нет аномалий, и там, где есть аномалия, может происходить вообще чего угодно. Вот. Ну, и времени было мало, и мы решили сначала сделать самое простое решение, ну, какое может быть то самое простое решение, просто взять каждый признак и по нему посчитать какие-то статистики, и вот на этом что-нибудь простое обучить. Ну и сделали мы так, значит, взяли. У нас есть каждый файлик, он длиной 96 тысяч строк, в нем 56 признаков, и мы по каждому признаку получается, ну, 56 серий, да, и по каждому признаку мы считаем просто какие-то там базовые статистики. Потом можно по каждому признаку почитать его производно, опять почитать базовые статистики. Можно попробовать идти каким-то окном, вот, ну, поэтому 96 тысяч строк, файлики мы каким-то окном идем, и вот в этом окне мы считаем, значит, какую-то статистику. Вот, эти все признаки можем нагенерить, но потом просто пробовать разные модельки. Ну и в конце концов мы там смешали линейный XGBoost, Extratrees и K-neighbors. Вот. Ну, смешали, там просто взяли ранки. Мы попробовали тоже использовать LSTM. Таким же, собственно, образом, как я рассказывал про онлайн-стадию. То есть мы опять учим LSTM на тех файликах, где у нас все нормально. Потом предсказываем для всех файликов. Ну, и опять просто считаем какие-то статистики по ошибкам. Может быть, смотрим максимальную ошибку по каждому счетчику, что там было. Ну, мы пытаемся каждый счетчик предсказывать, и смотрим, какая максимальная ошибка на каждом файле была для вот этого счетчика. Ну, это как фича. Ну, здесь понятно, можно легко переучиться. И, в общем, у нас не было времени нормально делать. Мы взяли, получается, те файлы из трейна, где не было аномалий, на них обучились. Потом для трейна предсказали и там, где есть аномалии, и там, где нет аномалий. Ну, и понятное дело, что какое-то переобучение тут есть. Ну, мы предсказали также все для теста, посчитали какие-то статистики по вот этим вот предсказаниям, ну, по ошибкам, вернее, этих предсказаний от LSTM. Ну, добавили как признаки. Ну, и, в принципе, нам это что-то дало. Я думаю, что вот здесь можно было что-то реально нормальное сделать. Ну, и код доступен, в принципе, мы выложили вот по этой ссылке. У меня все по этому соревнованию. Какие-то вопросы? Да? Извините, а вы не пробовали использовать, допустим, спектральные какие-то характеристики, сигналы? Нет, мы пробовали разложить по фурье, взять коэффициенты, но мы просто… у нас в команде никто толком не умеет этого делать, поэтому я не могу сказать. У нас не сработало, может, у кого-то бы сработало. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо большое за интересный доклад. А скажи, пожалуйста, можешь чуть подробнее рассказать, как вы работали в команде, то есть как вы параллелили этот процесс, то есть чуть подробнее именно про, соответственно, оффлайн-часть. То есть как вы распределяли роли, как вы вообще потом объединяли модели, вот это вот за 8 часов было, да? Да, около того. Ну, хороший вопрос. Тут надо еще кое-что рассказать. Организаторы дали данные, ну, буквально времени было мало, пока я сделал STM, пока вот это все, они там что-то потюнили, мы все это смешали. Ну, вот так. То есть я не могу ответить прям, что у нас была какая-то четкая структура в команде, ты типа делаешь это, ты делаешь это, там просто на ходу распределяли роли. Спасибо. И еще про сервер тогда расскажи, что он был за железо какой-то там. Давали Касперский или у вас собственные какие-то там? Да, Касперский давал, но мы на своем делали, на своем сервере. Но на самом деле для того, чтобы эту задачу решать, как бы особо сервера не надо. Самая большая проблема была в том, что данные загрузить. Ну, потому что там, если я правильно помню, Trane, вот эти 500 файлов весили около 20 гигов. Ну, у нас было просто RAM на сервере, и мы в память загрузили и пользовались. Ну, как бы ноутбук запускаешь, память загружаешь, все файлики, и потом ты можешь быстро признаки считать. А если ты будешь с диска доставать, то, ну, в принципе, когда с диска открываешь эти файлы, там признаки считались, наверное, минут 5. Вот, также Boost считался, ну, тоже не очень быстро, тоже там 500 объектов, может быть, 500 признаков или 1000 признаков. Так что тут, на самом деле, вот не было таких технических ограничений сильных. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Вопрос такой. Вот в описании самого соревнования была такая фраза, что обучи нейронную сеть лучше, чем другие. В общем, один из методов решения задачи обнаружения аномалий – там нейронные сети, там сети Коханина или что-то подобное. Пробовали что-нибудь такое использовать у себя? Ну, мы пробовали LastM, да что же нейронная сеть, но кроме этого ничего. Ну, какие-то другие варианты? Нет. Все, спасибо. Уточняю еще вопрос небольшой. Я правильно понял, что в итоге данные для финального этапа хакатона, где была супервайс-классификация, ребята из Касперского нагенерили симуляции, да? Да. А они там в случае мне говорили, как они планируют вообще хоть как-то использовать результаты вот этого хакатона. Откуда они планируют для решения каких-то реальных задач брать обучающую выборку? У них были какие-нибудь рассуждения на эту тему? Понятно, что если вы генерируете обучающую выборку дефорами, то вам не нужно машинное обучение на самом деле, потому что можно все посчитать точно так же. Ну, это хороший вопрос. Может, они рассказывали там что-нибудь в своих выступлениях на эту тему, нет? Нет. Ну, у них будет в конце мая метап. Я надеюсь, что они там расскажут об этом подробно. Ну, как раз-таки поэтому хакатонную еще там что-то будет. Хотел спросить, а в LSTM что было входом, что выходом? Ну, входом получается… Смотри, на оффлайн-часть у нас 56 признаков. Значит, вход у нас один таймстэмп. И 56 значений. Да, но выходом то же самое. А, хотел ответить. Они на предыдущий вопрос, они какое-то решение продают, которое вот именно ставится там на заводик и говорит, ломают сейчас заводик или нет. То есть они на самом деле это все, скорее всего, продавать будут. Ну, я так тоже понял, что у них что-то есть, но просто я не знаю подробностей. Ну, я, может, попробую добавить. То решение, которое они вот и предложили в статье, оно же, получается, у них опирается просто на какие-то сырые данные с датчиков и которые предсказывают показания в следующий момент времени и ищут просто большие отклонения. То получается, что они как бы универсально под любой завод и никаких там дифоров, никаких симуляций, никакую выборку строить не надо было. просто там за какое-то время замерить характеристики на заводе и обучить модель. Ну, так предполагалось. Насколько я помню, из общения с Филоновым, кажется, его так зовут, Павел Филонов, да, было недостаточно реальных данных самого завода, чтобы обучить, и поэтому они взялись вот за эти дифоры, чтобы дифорами именно тест обучающую выборку нагенерировать. Еще вопрос. Я что-то просто вспомнил, ты сказал, что у тебя в LSTM на входе был, ну, это понятно, таймстеп по всем каналам, а на выходе вы генерировали не вектор, а тоже последовательность, ты сказал, на выходе то же самое 56, или все же вектор? Да, то есть 56 значений. Ну, то есть у нас на вход 56 признаков, да, и на выходе тоже 56 признаков. Ну, нет, на вход у тебя матрица типа длина окна на 56. Ну, да. Ты же и до конца читаешь. Ну, да, ну и на выходе мы тоже предсказывали как бы длину окна. Ну, в принципе, разницы-то особо нет. А, ну ладно, кеш. Ну, если у кого-то остались вопросы, давайте спросим у Александра это в перерыве, а сейчас продолжим. Александр расскажет нам другой конкурс. Вот, теперь я расскажу про Data Science Ball. Это большой конкурс, который проводят второй год на Кегле. В прошлом году там надо было классифицировать планктон, если я правильно помню. Там были прям фотки планктона, и, в общем, тебя должен нейронную сеть обучить. А в этом году нужно было предсказывать, диагностируют ли пациенту рак в течение года после того, как ему сделали компьютерную томографию. У нас было вот раз четверо в команде. Вот, мы закончили на 11 месте. Ну, и задача, собственно, нам даны результаты компьютерной томографии. Вот, получается, грубо говоря, это 3D-изображение легких. Ну, и нам нужно предсказать в течение года после того, как эти снимки сделали, диагностируют ли рак. Ну, и вот снимки выглядят на левом рисунке. У нас просто срез в плоскости XY. А здесь справа это уже отсегментированное. То есть мы все лишнее удалили. Там мясо, кости выкинули. У нас остались только легкие. Ну, и, собственно, рак легких. Нужно диагностировать. Ну, вот, если посмотреть на картинки, тоже пример. Вот слайсы в плоскости XY. Вот слайсы в плоскости ZY. Там разрешение было примерно, ну, там, 500 на 500 пикселей. 400 на 400 в каждой плоскости. Вот. Ну, понятное дело, что это сложная задача. В принципе, если вам даны только легкие, и вам дано, ну, там, 1500 пациентов, скажем, и у вас для каждого пациента известно только вот эти вот легкие, и 0 или 1. Как бы непонятно, где там вообще рак скрывается. Поэтому нужны какие-то дополнительные данные. Организаторы разрешили пользоваться разными дополнительными данными. Ну, и самые полезные – это были данные соревнования «Луна» с 2016 года. Там тоже нужно было работать с компьютерной томографией. Но там было немножко по-другому. Там было два трека этого соревнования. И в одном треке были уже даны кандидаты на раковые образования. И эти кандидаты были проанализированы врачами, которые именно в этом специализируются. И врачи сказали, что вот этот кандидат – это какое-то образование подозрительно, а этот кандидат – это не образование. И в Луне надо было научиться хорошо классифицировать, то есть хорошо определять, какой-то узелок в легких является плохим, а какой является, ну, не является плохим. Получается, что мы могли взять и просто обучить какую-то сетку на данных с Луны и потом это все использовать. Ну, правило, предоставлены, собственно, кандидаты на вот эти образования просто у нас в точке x, y, z. И если врачи сказали, что это что-то плохое, то был еще дан радиус в миллиметрах. И вот на правой картинке – это вырезка из статьи победителей Луны. Сверху у нас, если я правильно понимаю, сверху – это когда у нас нет образований или, наоборот, есть образования, а снизу – это когда у нас нет, там, тысяча или девятьсот пациентов было, 80 гигов. Ну и, собственно, какой-то общий pipeline, которого, можно сказать, придерживались с некоторыми изменениями все участники этого соревнования, которые свои результаты опубликовали, ну, не результаты, а описание своего решения опубликовали, это, ну, pipeline состоит из четырех частей. Первая часть надо как-то данные отпрепроцессить. Например, надо их сначала отрескейлить в какой-то одинаковый размер. Дело в том, что у нас для разных пациентов могут быть разные расстояния между вот этими вот снимками в плоскости x, y. То есть на самом деле нам даны вот такие снимки, вот как слева. И расстояние, ну, для каждого пациента их, во-первых, может быть разное количество, а во-вторых, между ними может быть разное расстояние в сантиметрах. Ну, и нужно все это привести к какой-то одинаковой модели. Вот. Затем можно было данные отсегментировать, то есть опять удалить всякие кости, удалить мясо, потому что у нас там мы не определяем рака, который там где-то в мясе или в костях, вот, а именно в легких. Затем вторая часть этого pipeline. Мы можем взять вот эти данные с Луны и там обучиться классифицировать, является ли вот этот узелок плохим, ну, или он там пойдет. Это не такой страшный узелок. Третий пункт — это мы должны взять эти сетки с Луны и отпрепроцессить данные из Data Science Bowl. Ну, и четвертое — это мы берем уже на этих отпрепроцессионных данных, что-нибудь учим. Ну, вот. Самая первая проблема — это то, что все надо отрескалить. В масштаб, ну, например, там один воксель, ну, это такой 3D-пиксель, равен там одному кубическому миллиметру. Вот. И проблема в том, что в одном датасете могут быть, ну, разные расстояния, в принципе, вот между плоскостями, ну, разные там средние расстояния, да, или разные распределения. И вторая проблема, что среди пациентов в одном датасете тоже могут быть разные. Вот. И тут две картинки, собственно. Левая картинка — это стейдж-1 распределение, а стейдж-2 справа. Ну, распределение расстояния между вот этими средствами в X и Y. Тут, видимо, надо пояснить, что такое стейдж-1 и стейдж-2. В общем, организаторы разбили соревнования на две части. Первая часть там идет очень долго. Вы делаете решение, засылаете его, и когда вы его засылаете, ну, засылаете код, и вы, получается, фиксируете свое решение. Потом открываются данные со стейдж-2, вы в течение недели их обрабатываете и засылаете предсказания. Ну, ваш результат — это то, что вы получили на стейдж-2, потому что вы этих данных не видели, когда вы модели учили. Вы как бы зафиксировали свою модель, еще не зная, что будет на стейдж-2. Ну, и, в принципе, организаторы сказали, что там будут данные поновее, они будут получше. Ну, оказалось, да, что вот, типа, расстояние между вот этими вот снимками в плоскости X и Y, они стали меньше, разрешение стало больше. Вот вторая часть припроцессинга, ну, это сегментация. Сегментация, в принципе, может тут использоваться для двух задач. Первое, что нам нужно что-то лишнее удалить, ну, опять же, кости, там мясо. Или мы можем каким-то образом улучшить то, что, ну, в общем, не совсем. И когда мы решение делали, мы сначала делали на сегментированных данных, и у нас получалось все, ну, не очень хорошо. Потом мы решили, что, ну, типа, давайте ничего не будем выбрасывать. Увидели, что еще победители вот этого соревнования Луны тоже ничего не выбрасывали, ничего не сегментировали. Ну, и мы решили, что давайте не будем сегментировать, и это улучшило наши результаты. Вот. Теперь вторая часть этого пайплайна основного нам надо взять на Луне. Ну, и вот еще, чтобы мы там не пытались детектировать вот эти вот образования в костях там и во всем остальном. Вот. Ну, вторая часть. Давайте теперь какие-то сетки на Луне обучим. И какие, в принципе, тут есть вариации. Во-первых, можно брать разные кубики вокруг вот этих вот кандидатов. Можно использовать там 3D-сети или 2D-сети. Тоже кажется, что 3D-сети круче, но кто-то вот 2D использовал, и было как-то более-менее нормально. Ну, и в зависимости от того, что вы именно хотите предсказывать, мы можем просто классифицировать на кандидат или вот аннотация. Но аннотация — это то, что радиологи просмотрели и сказали, что вот эта вот, типа, вот эта подозрительная штука — это опухоль. Ну, или не опухоль. Вот на таком можно. Можно пытаться сегментацию делать. Можно вытащить данные, как бы контуры вокруг вот этих вот образований и, собственно, брать тоже какой-то кубик типа 64 на 64 на 64 и получать в конце тоже кубик 64 на 64 на 64, где нолики — это то, что не образование, а единички — это то, что вот образование. Ну, и третье — можем, в принципе, предсказывать размер просто узелка. Вот. Еще данные были про malignancy, ну, это типа злокачественность. Да сколько там радиологов сказали, что вот этот вот узелок злокачественный. Ну, и там их было всего четыре, так что у нас получается, что есть типа пять классов от нуля до четырех. Вот это все классные рисунки из статьи победителей Луны. И что делали они? Они просто… Ну, опять же, у них задача, но нужно было чисто классифицировать, является ли вот этот вот узелок кандидатом в аннотации или уже аннотации. И они просто взяли разные размеры входные. Вот у них тут не очень хорошо… Ну, с ним тоже не очень хорошо, может быть, не очень понятно, почему тут 20-20 на 6. Это потому что они… Ну, типа по X 20 пикселей, по Y 20 пикселей, по Z 6 пикселей. Это потому что они не приводили к 1 воксель, это 1 кубический миллиметр. Вот. Но они, получается, брали три сетки, обучали их. Ну, и каждая сетка давала там немножко разные результаты, они смешивали, и все было здорово. Вот. Ну, они опять решили классификацию задачу здесь. Ну, мы тоже, получается, взяли эти сетки, обучили, потом на Data Science Bowl начали их прогонять. То есть мы просто берем сетку, которая, скажем, принимала на вход 32 на 32 на 32 такой кубик, потом мы берем легкие из Data Science Bowl и вот этим кубиком прям вот так вот проходимся. Ну, и у нас как бы мы кубик прикладываем, и он нам возвращает одно число, собственно, вероятность, является ли это там опухолью или нет. Вот. И после того, как мы вот так вот прошли, мы получаем такую трехмерную карту вероятностей, ну, и вот здесь вот срезы по плоскостям там каким-то. Вот. Ну, чем ярче точка, тем более вероятно, что там опухоль. Вот у нас две сетки, ну, у нас было на самом деле несколько сеток, и вот первая, там одна из сеток — это верхний ряд, а вторая сетка — это нижний ряд. То есть там они по-разному работали и разные места находили. Вот. Ну, и, наконец, четвертая часть заключительная — это что делать уже вот с такими вот изображениями. Ну, и здесь мы можем либо обучить 3D-сверточную сеть опять, которую опять будет классифицировать, то есть смотреть на вот карту вероятностей по всем легким. Ну, либо второй вариант — мы можем обучить XGBoost, ну, какие-то признаки надо для него посчитать. Ну, и какие тут признаки? Какой-нибудь возьмем максимум, типа максимальное значение, то есть самую яркую точку получается. Возьмем координаты, вот, numpyware, где эта самая яркая точка находится. Можем взять какие-то относительные координаты, где она находится относительно центра легких. Ну, тоже там центра массы или еще как-то его найти. Можно использовать… Ну, вот мы потом догадались уже в самом конце, когда поняли, что есть разница между качеством в Stage 1 и Stage 2. Ну, разница такая, что в Stage 1 были снимки худшего качества, и было больше всяких ненужных частей за пределами самих легких. А в Stage 2 таких ненужных частей было меньше, и поэтому потом, когда мы признаки считали, все получалось по-разному, ну, и мы решили, что было бы неплохо взять и как бы с краешка пройти и обрезать. И мы вот посчитали такую маску, как снизу. Ну, сверху это среднее изображение. То есть мы для всех легких Data Science Bowler прошли нашей сеткой, получили трехмерную карту вероятности, потом для всех пациентов усреднили. И сверху это три среза для такой усредненной штуки. А снизу, ну, это маска. И мы вот, если от Луны, которая была обучена на один воксель, один миллиметр кубический. Ну, в общем, кажется, что, ну, может, и не будет работать, но вот у них сработало очень здорово. Вот. Ну, значит, собственно, мы на 11 месте, вот эти классные ребята на втором месте. И, в принципе, у нас более-менее все похоже. То есть, когда мы припроцессили, мы не делали сегментацию, но они тоже не делали сегментацию. Когда мы учили сетки, мы учили их на классах кандидат или аннотация, и мы учили на степени злокачественности. Потом мы получили какой-то probability map, потом сделали x-boost. Вот, может быть, у них было больше сеток, ну, может быть, там еще что-то было классное, о чем я не знаю. У седьмого места был немножко другой подход. Смотрите, вот они сделали сегментацию в отличие от нас, и они не учили сетки 2а и 2с, они учили сегментировать, причем 2d сеткой. И они учили сегментировать, получается, в разных срезах. То есть, вот они учат сетку, ну, опять же, они учат ее на луне, да, то есть, вот они берут какой-то узелок, вокруг него берут такую, типа, картинку 64 на 64, и пытаются сделать так, чтобы на выходе была картинка с ноликами и единичками, где единичками отмечено вот именно сам этот узелок, а ноликами все остальное. И они, получается, в трех направлениях. Прогнали эту сетку, потом предсказали, ну, на луне обучили, на data science ball предсказали, по трем направлениям усреднили, получили вот эту probability map, потом сделали кластеризацию. То есть, они выкинули там какие-то маленькие, вот эти вот узелки оставили большие. Потом они взяли для каждого пациента 20 самых подозрительных узелков, то есть, самых больших, и обучили 3D-сеть их просто классифицировать, ну, 3D-сверточную сеть. А метки они взяли от пациентов. То есть, вот у нас есть какой-то пациент, допустим, ему рак не диагностировали. Мы, значит, берем, прогнали эту сегментацию, нашли 20 самых подозрительных узелков, а потом берем, и раз ему рак не диагностировали, говорим, что у всех этих узелков метка 0. Ну, а если диагностировали, говорим, что метка 1. Вот на вот этом мы на 3 не учим, то есть на стейдж 1. Для стейдж 2 мы предсказываем. Ну, и потом просто берем максимум среди всех предсказаний. У 9-го места, ну, в общем, очень много всего было, то есть они и рескейлили, и делали сегментацию, потом учили кучу разных сетей, причем там для сегментации они учили сетку 3D. Потом они там тоже как-то искали с помощью сегментации кандидатов, то есть у нас в Луне-то уже кандидаты были автоматическим алгоритмом найдены, но в Data Science Ball не были найдены. И если мы могли их найти, мы могли бы на самом деле свести задачу Data Science Ball к задаче Луны. И они, получается, использовали эту сетку по сегментации для того, чтобы, собственно, этих кандидатов найти. Потом они уже решали задачу как, ну, наподобие Луны с помощью тех сеток, которые они на Луне обучили. Вот. Ну, а потом просто взяли там топ-н самых подозрительных узелков, которые они нашли на предыдущем этапе в легких Data Science Ball и на этих узелках опять обучили какую-то на 3D-сеть. И потом кучу всего этого высреднили. Ну, данных было много, поэтому мы учили на 4-х видеокартах и самые тяжелые сетки, которые там брали, научились классифицировать. Получается, узелок, не узелок. Ну, кандидат annotation. Учились там по 12 часов на 4-х картах. Но там, во-первых, у нас мы брали, по-моему, 64 на 64 на 64 кубики. А еще вот этих вот, там было 800 пациентов, ну, или, может быть, тысяча в Луне. И для каждого было типа 500 кандидатов. Потом мы еще чего-то там нагенерили. Короче, было всего больше полумиллиона вот этих вот кубиков. Ну, использовали мы PyTorch. Вот, теперь еще пара интересных моментов. На лидерборде в стейже 1, ну, там был лидерборд, чтобы люди могли субмитить и чтобы могли как бы видеть, что вообще происходит. Там было не очень много объектов, почти, ну, всего там 200 штук. И один классный парень, в общем, придумал, как взять за какое-то очень маленькое число субмитов, найти все метки из лидерборда. Ну, и, в принципе, как он это сделал, если в двух словах, то вот мы можем выбрать. Ну, во-первых, там, по-моему, если я правильно помню, все вот эти вот 200 объектов, они были в паблик лидерборде, то есть там не было private лидерборда. Теперь, значит, этот парень берет 15 каких-то строчек, ну, то есть 15 объектов из теста и для них расставляет вероятности, ну, вот с помощью такой формулы, что там какая-то сигмоида. Ага. Вот. И теперь, какой бы он скор не получил, ну, то есть, вернее, какие бы не были правильные расстановки меток в тесте, он знает, ну, а для всех остальных объектов он ставит 0,5. Вот. И он, получается, знает, что он там для какой-то доли объектов получит какую-то ошибку среднюю, ну, потому что он предсказывает 0,5. А для вот этих вот 15 объектов он получит разные ошибки в зависимости от того, какие лейблы на самом деле эти объекты имеют. И поскольку он вот так хитрым образом расставляет вероятности, то окажется, что он любой скор, который он получит, может развернуть и понять, что там заметки были у этих 15 объектов. Ну, все, теперь можем, пользуясь этим, вот по 15 засылать, все прогнать и, собственно, понять, что там у нас на лидерборде. Ну, и понятное дело, что это работает только если у вас логлос, задача классификации. Вот. Если бы тут еще у нас был бы какой-то private, то тут, может быть, было бы посложнее. Если бы была private часть. Вот. И второй забавный момент. У нас Димал Тухов в команде решил, в общем, в статье победителей Луны были вот такие вот вырезки, и ребята сказали, ну, вот мы обучили три сетки, вот это типа у нас свертки. Ну, и, в общем, Дима взял, просто использовал вот эти вот, ну, как бы, понятно, вырезал ту картинку из статьи и просто инициировал сетки на Луне вот с помощью вот этой вот штуки. Ну, в итоговое решение это не пошло, но я не могу сказать, что это было совсем бесполезно. Вот. Ну, и в принципе все. Давайте какие вопросы есть? Вопросы? Правильно я понимаю, что вот этот Олег Трот, он мог бы использовать вот эти дополнительно размеченные из теста данные. Да. Ну, вы так тоже могли делать, да? Да, в принципе, тут есть два момента. Во-первых, действительно, их, как бы мы могли их бы использовать для второй стадии, когда предсказывали, да? Вот. Но организаторы как бы сами открыли все лейблы объектов из лидерборда. Во-вторых, это могло быть использовано для того, чтобы валидироваться локально и ничего не засылать. Ну, в принципе, так все и делали. То есть там последние месяца или полтора никто из топовых ребят ничего не засылал. Поэтому было очень непонятно, это была какая-то игра вслепую. А насколько я помню, там же за 10 первых мест призы были. Как так получилось? Ну, удача была не на нашей стороне. Мотивация у вас была именно призовая? Ну да. Ну, понятное дело, мы там хотели в сетках разобраться, все дела, призы были как бы существенной частью этой мотивации. Уже подвели итоги, да? То есть никого не выкинут еще? Нет, пока еще ничего не известно. То есть еще кого-то могут выкинуть, поэтому могут быть в призах. А вот там вот private был довольно такой зашафленный по сравнению с пабликом. То есть я видел, что вы поднялись в место на 300 где-то по сравнению с пабликом. И это было ожидаемо? Или вы так и ооо? Нет, то есть там дело в том, что когда они сделали тестоичь 2, в паблике оказалось всего 6 изображений из 500. И поэтому на этих 6 изображениях могло получиться что угодно. Но мы заслали наше решение, у нас получилось 0,7. Ну, хуже, чем константа. Мы такие, типа, что это может быть? Ну, и не только у нас была такая проблема. Спасибо. Еще вопросы? Ну, раз вопросов нет, давайте благодарим докладчика. Александр почти одновременно и выиграл хакатон, и решал почти в призах другой контест. Вот так вот успевает. А теперь у нас минут на 5-7 перерыв, и мы продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А мы продолжаем Сейчас Владислав Касым расскажет про контест Кагу по рыбкам Добрый день Меня зовут Владислав Касым Я аспирант физтеха Работаю в MarketMusic Занимаюсь видеоаналитикой ритейла И сегодня расскажу про конкурс на Кагле про рыбок В общем, была следующая задача Были даны картинки с рыболовных суден, и надо было понять, есть ли на них какая-то рыба, и если есть, определить, что это за рыба. Так же, как в конкурсе про рак, здесь было два этапа. На первом этапе нам давали 3700 картинок тренировочных. Для каждой картинки, соответственно, был лейбл 7 классов рыб и 1 класс, что нет рыбы. И было 1000 тестовых картинок. За неделю до конца соревнования необходимо было зафиксировать также все параметры модели, выслать код и потом уже посчитать все на второй тестовой выборке, которая стояла из 12 тысяч картинок. Собственно, какие были классы рыб? Можно здесь выделить две большие группы. Первая группа — это тунцы. Вот первая, вторая и третья. Это были самые сложные классы, потому что картинки с кораблей были шумные, и было сложно определить вообще, какой вид тунца там лежит. И даже сами организаторы, предоставив разметку для картинок, иногда ошибались в этих рыбах. С остальными классами было получше, они легко различались. Также еще был класс «Другие рыбы», где могло быть что угодно. И класс того, что рыбы отсутствуют. Вот здесь предоставлены примеры картинок, которые были нам доступны. Здесь я уже самостоятельно обвел рыб. То есть в разметке от организаторов были доступны только метки классов. Как видим, здесь условия съемок были не очень хорошие. То есть иногда снимали ночью, иногда днем. Частично все это перекрыто людьми. Были блики, капли воды, вообще нарушен баланс цветов. И в основном такого рода картинки были, то есть не очень хорошие. Теперь про особенности данных. Во-первых, все кадры в обучающей выборке, они были получены с видеокамер. И так у нас было вообще не очень много картинок в тренировочной выборке. И оно еще уменьшалось за счет того, что большинство кадров было последовательным. То есть фактически они были одинаковые, потому что шли подряд. Также были плохие условия съемки. То есть много засветов, много бликов, перекрытий и так далее. Также было мало уникальных лодок. То есть порядка 6-7 лодок с какого-то фиксированного положения, что тоже уменьшало разнообразие данных, на которых можем обучиться. Конкурс проводился в два этапа. И до начала второго этапа не было понятно, будут ли новые лодки с новыми положениями в тесте. Поэтому надо было с самого начала подумать о том, чтобы сделать наши модели устойчивыми к таким вариациям. Еще одной особенностью было то, что на одной картинке могло находиться несколько рыб, и причем не обязательно одного вида. И организаторы также не сообщили нам, каким образом решить, какой лейбл дать картинке. Также вот здесь переведен график по количеству рыб разных классов. И видно, что очень несбалансирован этот был датасет. Я эту проблему решал тем, что просто дублировал редкие классы примерно, чтобы все это выровнять. К сожалению, топовые команды в своих решениях почему-то не уточняли по этому поводу ничего, и неизвестно, что они делали, чтобы решить эту проблему. Ну и, как я уже сказал, некоторые классы рыб были очень похожи, и организаторы сами в своей разметке часто путались, и поэтому разметка была довольно шумная. Так вот, теперь насчет кросс-валидации. Обычный кафол здесь не работал, потому что много очень повторяющихся картинок. Поэтому все пытались как-то разбивать по лодкам, или если еще больше фолдов делать, то уже брать какую-то конкретную лодку и искать серии вот этих из видео, и разбивать уже по ним. Как это делали? Соответственно, первый вариант самый простой. Брали просто какие-нибудь интенсивности пикселей, инстаграммы, хэши по размеру, и таким образом разбивали, кластеризовали на лодке. Потом были кернеллы, когда брали предобученные сетки, в основном в ЭГГ, из них извлекали фичи, и уже на основе этих фичей производилась кластеризация. Я попробовал другой способ. Я брал каждую пару картинок и вычислял оптический поток между каждой парой. И как расстояние между картинками я брал просто усредненный сдвиг между всеми пикселями. То есть таким образом у меня получилась такая матрица расстояния между каждой парой картинок, и затем просто искалась последовательность, которая минимизирует фактически это расстояние. Тут можно посмотреть, что в принципе хорошо получилось разбить не только на лодке, но и получить полностью движение. К сожалению, не сюда кивку не получилось ставить, но можно видеть, что вот здесь человек идет, то есть в правильном порядке. И таким образом можно было хорошо группировать картинки и из-за этого избежать лика в данных. Теперь про вообще сами основные подходы, которые используются в этом соревновании. Было две большие группы подходов. Просто взять целую картинку, какую-то предобученную сетку, затюнить ее и радоваться. Этот подход в принципе самый простой, можно быстро его реализовать, метки все есть, но тут проблема в том, что размер самих рыб на этих кадрах очень маленький, поэтому в основном мы обучаемся именно не на конкретную рыбу, а на то, что добывается на данном корабле. Поэтому все топовые решения, которые были в этом соревновании, они решали ее в два подхода. То есть сначала делали детектор, а потом уже классифицировали найденные рыбы. Тут была тоже своя проблема, потому что организаторы предоставили только метки классов без bounded box. Соответственно, надо было как-то самим все это вручную разметить. Ну и также было непонятно, что делать, когда у нас на лодке, например, есть несколько видов рыб, каким образом все это комбинировать. Теперь перейдем к разметке. Собственно, после начала соревнований, через какое-то время уже на форуме появились разметки с bounding box для рыб, но они были очень такие неточные, поэтому я решил разметить все это сам. Пользовался утилитой label image. Тут приведена ссылка на нее. Ее плюс, она написана на питоне, и в принципе ее легко адаптировать под какие-то конкретные нужды. Соответственно, чтобы ускорить все это дело, я воспользовался вот этим сортировщиком своим на основе оптического потока. Таким образом, разметка уже превратилась в разметку, грубо говоря, коротеньких видео. И чтобы еще сильнее ускорить разметку, я переносил разметку с предыдущего кадра на следующий, то есть что сильно сокращало работу. Получив разметку, необходимо уже было обучать какой-то детектор. Основными детекторами, которые пользовались люди в этом соревновании, были YOLA, Single Shot Detector и Faster RGCNN. Я остановился сразу же на Faster RGCNN, потому что это state of the art фактически в этой задаче. И у него много открытых реализаций. И на Kerasi, Kafka, TensorFlow я выбрал MaxNet. Как мне показалось, он самый удобный в этом плане, хорошо написан и самый быстрый, хорошо распаралливится на несколько карточек. В качестве рабочей сетки Faster RGCNN я использовал VGG16 и Resonet 101. И детектировал сперва только просто один класс, как рыба. Как можно увидеть, здесь Resonet показал намного лучше результат детекции. Так как данных было мало, необходимо было очень сильно аугментировать данные. Для этого я использовал различные отражения, горизонтальные, вертикальные, сдвиги, изменение соотношения сторон, изменение масштабов, много шума добавлять, блюры, добавлять различные цветовые искажения, так как у нас эти видео с камер, они были тоже с ними. То есть можно прибавить какую-то константу в каком-нибудь канале, домножить канал на какое-то число и так далее. Также в Slack Денис Соколов рассказал о том, что он где-то нашел разметку по полигонам данных рыб, он их вырезал, а потом вставлял их в случайные места картинок, и ему это тоже дало очень большой прирост в детекции. Сам я это не использовал. Тут можно посмотреть, насколько сильно приходилось поагментировать картинки, чтобы получить хотя бы какой-то удовлетворительный результат детекции. Построив детектор, я нарезал уже готовых рыб и начал обучать классификаторы, в основном различные резнеты. Но максимум, что получилось достичь на паблик-лидерборде, это 1-1, что прям не очень хороший результат был. Это все было дело за несколько дней до конца соревнования, поэтому я решил попробовать быстренько обучить детектор, который предсказывает не просто рыбу, а еще и сразу же класс. В принципе, сам детектор получился пока еще такой же, как и детекция одного класса, но уже зная метки классов, то есть не надо обучать отдельно классификаторам, получилось выбить на паблике-лидерборде 0.94. Затем я начал придумывать различные эвристики, каким образом можно учитывать вот эти множество различных детекций и как отфильтровать ложные срабатывания. Как работал этот детектор? То есть у нас для одной рыбы могло быть несколько вариантов баундитбоксов для каждого класса. Соответственно, сначала я объединял вот эти пересекающиеся баундитбоксы, у которых пересечения было больше 0.5. Затем все, то есть мы уже для каждого баундитбокса имели не просто confidence какой-то, а вектор вероятности для каждого класса рыбы. Затем отсекались данные по порогу 0.4. Затем добавлялась уже для оставшихся вероятность того, что все-таки это не рыба, единицы как минус максимальный возможный confidence в данном векторе. И затем усреднялись не все задетектированные рыбы, а только те, которые лежат в какой-то окрестности от самого лучшего предсказания. Затем все это нормализовалось и клипалось. Таким образом получилось одной моделью получить такой результат на паблик-лизерборде. Это 19 место. Собственно, что получилось? В этом конкурсе участвовало порядка 200-300 человек. До второго этапа дошло где-то всего 400 человек. И самое интересное, что sample submission занял здесь 34 место, и что это получилось вообще серебро. Первоначально оно заняло вообще 42 место, но потом организаторы начали подчищать читеров. И получилось так, что уже три топовых места сейчас были удалены, потому что, видно, как-то недоразметили что-то. И, в принципе, что использовали вообще другие участники? Судя по форуму, где они выкладывали основными рабочими сетками, то есть все использовали подход с детектированием, и основными рабочими, как я и говорил, были FastRashCNN, SSD, YOLO. И многие как бы обучали не одну сетку, а много брали, усоединяли как раз предсказания с них. И затем уже не как я делали в одну сетку предсказания, а уже на кропах предсказывали классы. Про выравнивание, то есть как они боролись с дисбалансом в классах, тоже ничего почему-то не было сказано никем. Надеюсь, потом расскажут. Также многие участники из топ-10 использовали дополнительные данные, то есть это не было запрещено. Самое интересное, где-то уже за полторы недели до конца первой стадии необходимо было выложить эти данные в паблик. И также было необходимо выкладывать модели, которые ты используешь, которые не использовали данные от организаторов. Таким образом, если активно мониторить эту часть форума, то можно было понять, кто что использовал, и быстренько, может быть, сделает то же самое, повторить. Собственно, у меня все про этот конкурс. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, с радостью отвечу. Вопросы? Спасибо большое за интересный рассказ. У меня вопрос не по решению, а скорее по сути конкурса. А зачем нужно было рыб классифицировать? Как я понял, это для борьбы с браконьерами. То есть на все лодки будут ставить такие камеры и определять просто, что вылавливается, чтобы потом можно было штрафы выписать или еще что-нибудь. Понятно. Спасибо. Еще вопросы? Получается, там окно скользило у вас? Нет, тут немного другой подход. То есть сетка сама выполняет две функции. То есть мы берем какой-то резнет, мы его обрезаем в конце, то есть получаем какой-то feature map, и на ней уже из нее получаем предположение, где, скорее всего, находится интересующий нас объект. И потом уже на нем же предсказываем, какой класс этого объекта и вообще является ли он им. То есть скользящих огнов окон там не было. То есть там сразу сетка такая? Да. А вот размер как определяли сетки? Там берется так. Вот этот feature map, который мы получили в конце резнет какого-нибудь, мы разбивали ее на какие-то квадраты, и для каждого квадрата генерировались так называемые якори, то есть какие-то дефолтные bounded box'ы с различным соотношением сторон. Потом уже они классифицировались. Еще? У меня вопрос про железо. Насколько тяжелая получилась модель в итоге, и на чем это все считалось? По железу здесь вообще, в принципе, все демократично получилось. Я обучал все это на одном GTX 1080. ВGG, вот, в Астраж СНН, в принципе, легко вылезало даже в какую-то более слабую карточку, ей необходимо было где-то 3 гигабайта памяти. Резнет занимал 6 гигабайт, то есть вполне себе можно обучать на чем-то простом. Вот, по времени, чтобы обучить всю эту модель, это где-то заняло у меня полтора дня одну модель. Ну раз вопросов нет, поговорим еще раз докладчика. На сегодня все. Ждем вас в следующий раз за анонсом следующих тренировок. Ждите либо на сайтах мероприятий Яндекса, либо в наших группах тренировок. Спасибо. 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 Спасибо.